Итак, поехали! Сегодня у нас третья лекция по предмету эстетик. И в прошлый раз мы детально с вами обсудили особенности такого стилевого направления, как минимализм. Разобрались его у философских и эстетических оснований. Выяснили, что минимализм, с одной стороны, предложил совершенно иные столпы для возведения структуры музыкальной композиции, и, с другой стороны, выдвинул принципиально новые запросы к восприятию музыки как таковой. Проделав ряд умозаключений, мы пришли к выводу, что музыка минимализма, в отличие от другой классической музыки, стержится на экстенсивном, а не интенсивном типе разведки. И что она не имеет односторонней смысловой направленности со сцены, то есть от композитора и исполнителя, в зал. А заключает в себе сложную интегративную систему коммуникации, в которой композитор лишь создает пространство, в котором эмоции каждого присутствующего на концерте человека могут раскрыться в их полноте. Но для этого нужно научиться слушать такую музыку, уметь позволить себе участвовать в эмоциональном наполнении этих структуралистских партитов. А это подчас бывает не столь просто. Хотя мы с вами разбирали, что сама природа такого взаимоотношения в искусстве предельно органична, то есть она естественна. Помимо этого мы затронули и момент, достаточно сложный по смыслу. А именно момент постоянного повторения одного и того же события, которые обезличивают любую ситуацию. Я приводил пример из жизни мегаполиса. Взгляд на него на огромном расстоянии, на огромной скорости, как бы со стороны. Как будто это сам космос лицезреет тот или иной город. Или как будто бы это взгляд с космического корабля или самолета. Такой взгляд, взгляд с высоты птичьего полета, показывает, что каждый день огромного города Муравейника мелькает теми же огнями. Те же люди сначала мчатся на работу, а позже противоположные на работу с работой. Все кажется идентичным день за днем, неделя за неделей, месяц за месяц. В музыке это выражалось повторяющимися паттернами. Паттернами, отсылающими с одной стороны к миру внешней, социальной реальности, как в случае с примером из киноленты Коио Нискаци, Филиппа Гласса и Готки Раджа. Или с другой стороны, паттернами внутренними, но в то же самое время интерсубъективными. Как в случае с примером из партитуры «Восемь линий Стива Райка». Когда мы воспринимаем не какую-то нашу конкретную эмоцию, грусть, радость или воодушевление, но структуру проживания любой эмоции, которая оказывается на таком уровне отстранения, на таком уровне погружения, одинаковой для всех людей. И как одинаковыми оказывались огни внешние, огни города, огни мегаполиса, огни, проносящиеся перед нами на колоссальной скорости, как это было в киноленте Рэджио, когда машины превращались просто в мелькающие линии. Примерно то же самое происходит и на внутреннем уровне, когда из поколения в поколение, от одного индивиду к другому индивиду. Чувства, которыми наполняет человек, те или иные структуры, эти структуры оказываются неизменными. Они зарождаются вместе с человеком, умирают вместе с ним, вновь зарождаясь в ком-то другом. Они также пульсируют, как те самые огни, которые мы наблюдали в Кикоэль-Исказе. И там, и там мы видели взаимопроникновение индивидуального и интерсубъективного. Паттерн, схема, минималистская структура, созданы композитором для нашего участия, нашего наполнения их, казалось бы, своими внутренними чувствами, своими эмоциями. Но погружаясь в них, мы осознаем, что наши чувства, их глубинной суть, не столько наши, сколько принадлежат самому человеческому виду как таковому. Они не то, что отличают нас от других людей, а то, что родные с ними. В то время как наше социальное окружение, которое мы привыкли мыслить как единое для многих, как то, что обезвлечивает нас, а свое место в физическом мире часто воспринимаем как случайное, как то, что к нашей личности не имеет непосредственного отношения, именно все это оказывается как раз нашим индивидуальным и даже более того индивидуализирующим началом. Так как, собственно, нет никакой возможности занять в пространстве времени одновременно двум людям одну и ту же точку. Возможно в пространстве, возможно во времени, но никогда в пространстве и времени. То есть, получается, сама физическая характеристика нашего местоположения и дает нам ту, пускай и минимальную, но предельно ощутимую и доказуемую индивидуальность. Непосредственную индивидуальность взгляда. Потому что именно в это время, именно в этой точке находиться можем только мы, потому что мы занимаем эту точку. Но повтор одного и того же паттерна, одного и того же события, одного и того же материала, будь то музыкального или живописного, имеет в себе и теневую, темную сторону. Так как он указывает на определенные свойства нашей цивилизации, свойства наших социальных отношений, которые вскрылись в качестве значимых противоречий именно в 20 и 21 веках. Поэтому сегодня мы поговорим уже не о позитивной программе минимализма, не о том, что он нам предлагает в качестве некой новой нормы, а о его критике, о тех проблемах общества, на которые он указывает. Ситуационное повторение, репетицию, или как это называют в Америке, луп, петля, можно встретить сейчас в десятках фильмов, как авторских, так и коммерческих. Приведу в пример авторскую ленту канадского кинорежиссера Карла Бессая, повторяющий реальность. Это достаточно страшная аллегория инортности общества. Страшная критика того, как сложно поменять мнение о себе. Когда тебя вновь и вновь отбрасывает назад только потому, что тебя не видят такого, каким ты есть сейчас, но тебя видят таким, каким тебя привыкли видеть. Это драматическая лента о людях, которые готовятся к выходу из больницы для наркоманов, для наркозависимых. И повествующая о том ужасающем положении, в котором оказываются эти люди, которые стремятся занять какую-то нишу в обществе, стремятся изменить свою жизнь, стремятся быть другими. И насколько сложно это им дается, потому что общество не хочет видеть их ни в каком или ином облике, кроме как ничто, кроме наркоманов. Это лента решена в нереалистической манере, это лента аллегорическая, это лента, в которой их день действительно повторяется. Каждый раз один и тот же. Каждый раз один и тот же. Это страшный, это мрачный день. Советую всем посмотреть, когда фильм действительно стоит того, чтобы оценить саму проблематику. Хотя это не минималистская лента. То есть по декорированию, по игре, это, конечно же, просто драматический кинофильм. Я его привожу лишь в пример по аналогии с той проблематикой, которую поднимает минималист. Помимо этой киноленты, аналогичный сюжетный ход, основанный на повторении, встречается в десятках других кинокартин. Вы наверняка знаете такие фильмы, как «Тот же день сурка», «Грань будущего», «Лимб Винченцо Анатоли» или «Психологический триллер треугольника». Кстати, такие режиссеры, как Винченцо Анатоли, создавали и чистые минималистские по декорированию ленты. Ну, в частности, его знаменитый куб. В данном случае, когда мы сегодня дойдем до минимализма в области живописного искусства, до соло-левита конкретно, то мы вернемся к проблеме куба как такового. Все представленные тут фильмы, а также сотни других, основаны на повторении. Но что это за повторение? Откуда оно взялось? И в чем психологические и культуральные основания такого приема? Именно в 20 веке, проявившегося во всей полноте. А главное, почему минимализм как направление так целенаправленно высветляет именно эту грань нашей реальности? Дело в том, что конвейерный способ производства ведет свой сток как раз именно с начала 20 века. Сперва на автомобильных заводах «Олсмобил», а затем и на знаменитом заводе «Генри Форда». Постепенно такой тип производства проникает в большинство отраслей. Ручной труд, мануфактуры сменяются заводами-гигантами с унифицированными деталями к самым разным изделиям. Активно развивающиеся во второй половине 20 века технологии компьютеризированные и использование все большего и большего числа машин на производстве приводят к тому, что человек перестает воспринимать продукт своего труда как свой продукт. Он не может больше опознать в нем руку человека, так как такой продукт становится действительно все более и более обезличенным. Работающие на производстве люди и люди, потребляющие эти изделия, оказываются отчужденными от них тем, что эти товары, заполнившие весь мир 20-21 века, не позволяют в них узнать человеку самого себя, как это было в любую предшествующую пору. С одной стороны, конвейерное производство и унифицированная модульная продукция, ну вы, думаю, лично знаете, что такое, допустим, модульная мебель, да, как это таковое. Все это позволило сделать товары намного дешевле, чем общий уровень жизни людей, безусловно, повысился. Но с другой стороны, возникла психологическая проблема того, что человеческий мир, растворяясь в миллиардах идентичных вещей, утрачивает, собственно, хоть какую-то уникальность отдельно взятого человека. То, о чем Эрнст Юнгер еще пишет в первой половине 20-го столетия, когда люди, живущие в одинаковых домах, люди, одевающиеся в одинаковые одежды и так далее, конвейерное производство. Работая на мануфактуре 18 века, каждый знал, что его продукт отличается от продукта другого мастера. Теперь же даже самый лучший работник может лишь управлять этим процессом, но он не может повлиять на индивидуальные особенности каждого отдельного взятого товара. Все они обезличены, причем даже при ручном способе производства, при ручной раскраске. Так как теперь это все подчинено иной экономии, экономии нового типа. Если в 18 веке первые заводные куклы, первые машины имитировали человека, то в 21 веке, на таком производстве, конвейерном, человек имитирует машину. Даже при использовании ручного товара. Это абсолютно идентичный товар. Вот он, повторяющийся и обезличивающий все потом. Как производство сосисок из киноленты Кои Янискаци, Гласса и Реджи. Тот же крошечный остаток, в котором человек по-прежнему может творить и создавать что-то уникальное, он округляется. Он обнуляется, так как он оказывается несоизмеримо меньше в сравнении с потоковым производством идентичных друг другу продуктов. С одной стороны, это вызывает всплески болезни 20 века, известной как шизофрения, болезни, когда человек погружается в ступор, так и не может собрать в единое целое те тысячи различных деталей, которые мелькают в окружающем нас мире, мире 20 и 21 веков. С другой стороны, это совсем другой недуг. Недуг, о котором следует поговорить особенно серьезно, так как в отличие от шизофрении, он не является уж столь редким и столь катастрофичным. Это неврозно-реченое состояние. Но прежде, чем перейти к этой темной странице минимализма, чтобы осмыслить повторение, предложенное этим трендом как культурально обусловленное явление, нужно обратиться к его психологическим основаниям и, прежде всего, к нашему психологическому восприятию процесса времени. Попытаться выяснить то, как мы его мыслим. Согласно Мишелю Фуко, есть два типа времени. Это время эволюционное и время историческое. Эволюционное время демонстрирует нам, как прошлое обуславливает настоящее и будущее. Это время, направленное вверх и вперед. И по самой своей сути оно предполагает возможность регрессии. Если мы движемся по лестнице вверх, ничто не мешает нам иметь возможность спуститься на несколько ступеней вниз. В современных компьютерных системах это аналогично откату к предшествующей хорошо работающей сессии. Или к более ранней версии обновленной программы. И достаточно долго психиатрия именно так и мыслила человека. Считая, что умалишенный, к примеру, это просто человек, утративший ту или иную, более новую, более высокую ступень человеческого сознания. Это мыслилась как недостача, как регрессия, обращение назад, в спусты. Прошу обратить внимание на лестницу. Да, здесь сугубо минималистский дизайн. Я специально подобрал такую, чтобы показать, насколько это проникло везде. Минималистский дизайн, стандартный дизайн современных помещений. В данном случае, если брать пример с лестницей, психически больной человек, согласно этому мнению, это человек, спустившийся по эволюционной лестнице на одну или несколько ступеней назад. Но есть не только эволюционное время. Есть еще и время, которое Фуко именует историческое. И это время предполагает, что в каждую минуту мы реагируем на конкретные, актуальные нам ситуации. Что и в каких пропорциях на нас влияет именно в эту минуту. И это требует от нас конкретных действий. Не абстрактных, а совершенно определенных. Что это за влияющие на нас элементы, будь то семья, друзья, наша работа, наше экономическое, социальное положение и так далее. Каждую минуту они могут изменяться. И каждую минуту нам придется реагировать все время по-новому. Фуко именует это историческим временем. Я бы назвал это временем актуальным, в связи с тем, что в русском языке история во многом тесно переплетается с представлением о длительном промежутке времени. Он же подразумевает время, которое показывает секундная строка. Это время здесь и сейчас. И естественно, совокупность реакций в каждую минуту времени всего человечества и создает саму глобальную ситуацию как таковую. Так вот, такое точечное время, такая темпоральная топика не позволяет куда бы то ни было вернуться. Не позволяет откатиться назад, так как той ситуации уже больше нет. Она ушла. И реагировать приходится все равно на ситуацию новую, постоянно обновляющуюся каждый новый мир. Соединив два этих времени в единую человеческую реальность, мы получим картину, которая радикально перевернет традиционное представление о минимализме. Так как окажется, что уход от сложности в простоту, который особенно педалирует обычно при анализе минимализма в музыкознании, в культурологии, в искусствоведении, это не уход назад к чему-то более простому, а продвижение вперед, причем более сложное, чем предшествующая ему сложность. Да, музыкальный минимализм во многом стал реакцией на сложнейшие музыкальные течения второй половины XX века. Это музыку серийную, музыку додекафонную, музыку сонаристическую или позже скектральную. Но выбирая что-то намного более простое, в этой же самой временной и локальной ситуации, в которой существовала та же додекафония, сонаристика, минимализм психологически оказывается сложнее последнего. Так как он содержит в себе не только свою простую конструкцию, но и саму идею отказа от сложности тех же додекафонных композиций. Это очень важно понять, что любое жизнеспособное направление, которое следует путем упрощения, психологически оказывается сложнее, чем то, которое дает непосредственную реакцию на ситуацию. Но зачем минимализму это нужно? Ведь ничто же не мешало соединить сложнейшие спектральные техники с философией минимализма. Да и есть такие примеры на самом деле. Творчество того же Филиппа Юреля, который пользуется всем арсеналом авангардных средств и при этом пользуется и методом петель. Однако минималисты сознательно демонстрируют предельную простоту, как сознательный уход от современной сложности. Так что же это может значить для нас? Давайте разберем эту ситуацию на примере из жизни. Почему сейчас нельзя совершить регрессию и откат в эпоху, к примеру, классицизма? Почему это невозможно? Да потому что на это потребуется колоссальное количество затрат психологических сил. Потому что одно дело, когда между нами и окружающей нас реальностью есть непосредственные отношения. А другое дело, когда мы должны воспринимать реальность таким образом, что нам придется фильтровать из нее, что подходит под наше представление о мире, а что нет. Далее, выбирать те реакции на эту ситуацию, которые, с одной стороны, будут адаптивными, чтобы мы просто не погибли банально. А с другой, только те реакции, которые будут соответствовать той эпохе, в которой мы слышим, что совершили регрессию. После чего нам придется повторять этот сложнейший пульбит постоянно, вкладывая в него множество психологических сил, чтобы не ошибиться ни на миг. Чтобы реальность не прорвалась за завесу нашего имитирующего другую эпоху мира. Так что жить в прошлом безумно энергозатратно. Но в то же самое время в чем-то и просто. Так как пока судорожно работает одна часть нашего мозга, другая как раз адаптируется лишь в том мире, к которому она уже привыкла. И фактически не задействовала. По этой причине, теоретически, регрессия, конечно, возможна. Но она будет съедать и весь наш жизненный ресурс. А представление о реальности превратится в галлюцинаторное. Так что результативного возврата назад быть не может. И попытка удержать прошедшее время, попытка не меняться, попытка игнорировать изменения в реальности, отрицая их, это и есть попытка невротического субъекта назадого лета. Так как тут формируется страшная временная петля. Человек не хочет меняться, но чтобы не меняться, ему нужно быть уверенным в том, что вокруг все тоже остается незменным. И если для поддержания первого ему не нужно нисколько сил, то вот ради поддержания второго ему придется вкладывать их все более и более, по мере отдаления нынешнего времени, от той временной точки, из которой он не желает уходить. Так и формируется петля невроза, разорвать которую человеку часто просто оказывается невозможным. А, и подчас невозможным оказывается даже элементарно разглядеть. В этом проблема невротической амбивалентности. То есть человек находит такое решение для своей проблемы, которая, с одной стороны, ее решает, а с другой стороны, усугубляет проблему счетовой семьи. И каждый раз он опирается на это же самое решение, так как оно решает проблему. Но решая ее частично, оно усугубляет его другому. Так формируется порочный круг невроза. Так он сжимается все более и более, сдавливая индивидуально. Да почему же такой исторический субъект, субъект склонный к навязчивому повторению, к бессмысленному удерживанию одного и того же, появляется именно в 20 веке? Да потому что именно в 20 веке скорости изменения окружающей нас реальности, скорости изменения окружающего нас мира, доходят до предельных. И чем дальше, тем это скорости только увеличиваются и будут продолжать увеличиваться. В принципе. Не справляясь с этим новым типом реальности, человек реагирует неврозом. Неврозом повторения. Бессмысленного ритуального повторения одного и того же. Невозможностью вырваться из этого порочного круга. Именно на эту теневую сторону жизни человека 20-21 века обращает свой взор композитор-минималист. Когда используют либо тексты психически больных людей, как в случае с знаменитой оперой Филиппа Гласса «Эйнштейн на пляже», или вовсе в клинические случаи, как в связи с оперой Майкла Наймана «Человек, который перепутал свою жену со шляпой», по известному клиническому случаю, описанному в одноименной книге Оливера Сакса. Остановимся немножко подробнее на этих названных произведениях. «Опера Эйнштейн на пляже» – это, возможно, первая минималистская партитура, выбившая о минимализм из сферы андеграунда, сферы высокого искусства. Она имела колоссальный резонанс, именно благодаря ней появились такие проекты, которые уже следуют за этой постановкой, как проект, трилогия Гатса и так далее. То есть, если речь шла, когда мы говорили о 60-х годах, о экспериментах Стива Райха, которые, так скажем, влияли на сотни людей, на интеллектуальную элиту, тех, кто в этом разбирался, «Эйнштейн на пляже» уже влияла на тысячи. А Кои Анискаци, появившийся в начале 80-х годов, влиял уже на миллионности, не на десятки миллионов людей. Так что это ключевая работа для минимализма, и особенно для минимализма в театре. Премьеру Эйнштейна на пляже ставил выдающийся, величайший режиссер Роберт Рилсон. «Эйнштейн на пляже» – весьма специфическая партитура. Это сочинение, влиящееся почти пять часов. И текст это там, в принципе, немного. Есть русский перевод с собой. Это такая книжечка. Тоненькая книжечка. Основная канва, если можно так сказать, сюжетная, ее там нет. Там, где что-то меняется. Это текст психически больного человека. Это его записки. А остальное, там есть только слоги и цифры, которые поет Хоу. Это либо роддельные слоги, либо вантуфель, вантуфель. Вот. Счет. В качестве примера того, что это за действие, действие – это действительно уникальное, потрясающее, приведу вам кусочек. Как раз зачитываться будет текст больного человека, и на это будут петь и играть повторяющиеся патроны. Продолжение следует... If you've seen any of those baggy pants, chuck the heels. And if you know it was a violin to be, answer the telephone. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. So if you've seen any of those baggy pants, chuck the heels. And if you know it was a violin to be, answer the telephone. And if anyone asks you these, it was trees. It, it, it is like that. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. So if you've seen any of those baggy pants, chuck the heels. And if you know it was a violin to be, answer the telephone. And if anyone asks you these, it was trees. It, 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 it is like that. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. I reach you. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. It's a key for this opera. It's a creepage, who has been dressed in the head. He is playing a lot of the music. He plays a bit of a solo. He plays a little bit of a solo solo. И эта постановка этой оперы произвела просто фокал. То есть это было, наверное, одно из главнейших событий в театральной жизни 70-х годов, и это и сделало минимализмное громкое имя. Но любопытно то, что эта опера не просто представила минималистскую эстетику, в каком-то смысле она ее даже истерпала. Она является уникальным это сочинение, так как, по большому счету, после нее минимализм уже никогда не станет прежним. Потому что те методы, которые использованы в этой опере, они в ней исчерпаны полностью. Другая же называемая уже мной опера, это опера единственного композитора, которого из всех мной перечисляемых на этих лекциях, который не является американцем. Майкл Майман – это британский композитор. Его нельзя причислить к минималистам, можно сказать, что в его стиле есть определенные черты этого направления. Это крупнейшая фигура для современного искусства. И его опера «Человек, который перекутал свою жену за шляпой», она написана по известной книге Оливера Сакса. Книга – это бестселлер, она продается везде и вся, она есть в сети. И она написана два года раньше, чем она. Книга 1985 года. Тоже книга о клиническом случае. Это будет немножко не такая музыка, прошу обратить внимание. Репетитивные формы будут исключительно в фактуре аккомпанементе, на которые он наслаивает достаточно традиционные интернационные мелодические материалы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В данном случае интересно то, что и у Гласса, и у Наймана исполнители выносятся нас. Некое включение музыканта, играющего в само действие, как таковое, переплетение сюжета и концертной практики, как таковое. В случае Эйнштейна на пляже это просто обговорено на детальнейшем образе. То есть это, по сути, главное действующее лицо оперы, хотя он не поет, он всегда играет на скрипке. Вот в таком случае, как в случае с этими операми, так или иначе связанными с психиатрией, повторение приобретает уже совсем иное измерение, совсем иная окраска. Одно дело, когда речь шла о нейтральном будничном дне мегаполиса, каждый последующий из которых был идентичен предшествующему. Но совсем другое дело, когда речь идет об отчаянной попытке вырваться из порочного круга, из круга страдания, из ужасающей ситуации, которая все время возвращается и все время сокрушает индивиду. Ведь одно дело, когда речь идет о повторе одного и того же, как в эпизодах с конвейером из Коянискация, но совсем другое дело, когда повторяется какая-то патологическая ситуация, причиняющая человеку немыслимые страдания. Как в том же фильме «Исходный код», когда человек постоянно раз за разом вынужден проживать свою смерть. Или когда, как в греческих мифах о Данаидах или о Сизифе, герой обречен на бессмысленный и тяжелейший труд. Сколько не льют в бездомные сосуды воду Данаиды, эти сосуды никогда не льют на воду. Сколько Сизиф не старается скатить на гору огромный камень, как только он завершает свой труд, камень катится куболем вниз, под ножью, и все начинается сначала. Я не хочу сказать, что композиторы, подписавшие музыку в этом стилевом направлении, не воротично. Нет. Так же, как врач, исследующий в лаборатории ту или иную инфекцию, не является обязательно носителем этой инфекции. Так же и художник, видящий в обществе определенные проблемы и описывающий их, вовсе не обязательно является носителем этих стигматов времени. Так что повторение, представленное в минимализме, это повторение, которое захватило нашу культуру в виде отчуждения нас от самих себя, в виде утраты нынешнего мгновения, его растворений в идентичном ему прошлом и будущем. Каждый наш день все более и более походит на предшествующие. А увеличение количества населения на планете привело еще и к тому, что каждый наш день все более и более начинает напоминать день другого человека, день других людей. Все превращается в бессмысленную повторяющуюся схему, в которой если человек и может хоть что-то выбрать, то только это будет выбор из достаточно известного мема, когда человек решает радикально поменять свою жизнь, пойдя в другую сторону. Только это ничего не изменит. Такая критика, такое указание, такой жест, это спасительный жест минимализма, который позволяет нам отследить эти моменты в нашей жизни, если возможно, изменить их. А если их изменить невозможно, их нужно принять и наделить человеческим смыслом, человеческой соразмерности, которую в 20 веке, начиная с 20 века, мы все более и более удорачиваем. А с появлением таких феноменов, как глобальная сеть, эти процессы запустились уже с неимоверной скоростью. Поэтому минимализм современен, так как он указывает на современное общество, на его проблемы и его возможности, и он не является откатом назад, так как его внешнее упрощение, это на самом деле усложнение, просто в ином. Как классицистская музыка не есть упрощение музыки барочном, но есть шаг вперед, так же и минималистская музыка не есть упрощение авангарда 50-60-х годов, но есть шаг навстречу будущему. Это достаточно сложный концепт, концепт включения через исключение. Минимализм сложнее, чем авангард, потому что он включает его в себя через исключение. Это концепт, который разрабатывается в современной мысли величайшим нашим современником, величайшим мыслителем Джорджо Агамберном в Италии, один из крупнейших, наверное, живущих философов. Включение через исключение я смогу продемонстрировать на достаточно простом примере, допустим, из религиозной жизни. Все вы представляете себе, что любая религия претендует на демонстрацию всего мира в целом, исчерпывающую картину. И естественно, когда сталкиваются две эти религии, у них возникает определенная проблема. Это два разных мира, которые описывают весь мир. Как одна религия может включить в себя другую? И Агамберно отвечает очень простым способом, через исключение. Если одна религия называет другую геретической, она этим самым низводит ее до уровня того, что уместится в ее мировой модели. Вот это и есть прекрасная демонстрация примера, как действует включение через исключение. Но в данном случае это не есть упрощение, это есть единственная попытка взаимодействия системы. В данном случае примерно то же самое можно очертить в случае с минимализмом, который является совершенно определенным, не наступая нигде на пятки тем направлениям в оппозицию, которым он изначально становится. И лишь когда этот блок был проработан, когда этот культуральный блок был пройден, композиторы-минималисты, тот же Адамс или тот же Глаз сейчас позволяют себе писать партитуры далекие от репетитивной театрики. Так что, конечно же, говорить, что минимализм проще, чем сериализм, не представляется никак возможным. Он не проще, он другой, он усложняет другие моменты. Так же, как музыка пластицизма усложняла другие моменты, чем те, которые были представлены в музыке барокко. Ну, в частности, моменты формы, как таковой, ее четкости, ее строгости, то, чего, в принципе, у бога барокко заметить почти невозможно, оно было там лишь намечено. У бога пластицизма, Жанна, всплывала во всей своей определенности. А теперь обратимся к иным формам искусства и посмотрим, в каком качестве там представлен минимализм. В живописи одной из ключевых фигур для минималистской эстетики являлся художник Соллевит. Он не так давно покинул этот мир. Это очень видная фигура, заметная фигура. В работах Соллевита можно обнаружить близкую аналогию к музыкальным сочинениям Стива Райха. Помните, я вам рассказывал, что Райх демонстрирует не столько проживание той или иной эмоции, сколько экспонирует саму структуру проживания эмоций, любой эмоции. Абсолютно любой, как так и будет, да? Просто структура. Соллевит показывает в своих работах и инсталляциях как раз чистую форму. Не формы, наполненные теми или иными эмоциональными содержаниями, но сам контейнер, который может быть наполнен любой эмоцией, любым чувством. Как? Путылку, в которую можно налить любую ванну, в которую можно, пока она выходит с конвейера, да, это просто контейнер, в который может быть размещено абсолютно все, что угодно. Но это все, что угодно, нуждается в контейнере. Есть понятие психологического контейнера. Это не мой термин, да? Это стандартный термин. Давайте взглянем, как это делают соулевиты. Ну вот, его работа. Человек погружается в специфическое пространство. Если абстрактный экспрессионизм, условно говоря, аналог той же сонаристики в области музыки, если абстрактный экспрессионизм живописи демонстрировал кричащие формы, формы, выплескивающие на нас то или иное конкретное чувство, причем его гипертрофированную форму, то сон левит показывает саму модель этих форм, не наполняя их каким-либо эмоциональным содержанием. Это как будто бы в тесте Роршаха человек должен сам увидеть в этих линиях, точках и изгибах что-то свое, должен сам наполнить их смыслом, автор лишь создает для этого подходящий контекст. Или, как сказал бы виднейший философ современности, философ французский Ален Бадью, минимализм создает сайд событий, но само событие предстоит создать тому, кто воспринимает это произведение искусства. Вот еще пространство соло-левит. Кто-то будет воспринимать это в движении, в динамике, кто-то в статике, кто-то будет акцентировать внимание на черных полосах, кто-то на белых, но их равное количество. Это зависит от субъективного мира каждого отдельно взятого человека. Или вот как, по сути, упраздняется сам ум, растворяется само геометрическое пространство помещения, потому что живопись не принимает в расчет то, что здесь стена образует прямой угол. И вот такие пространства. Как видите, в данном случае это не картина, это то, во что мы входим реально. Это действительно сайт событий, куда помещаемся мы, как таковы. Так же, как и музыка минимализма, это не то же самое, как воспринимать симфонию Морсарта. Мы выходим в это, как некий потенциальный сайт для возможности созидания того или иного события. Это звучащая вокруг нас атмосфера. А это складывающееся вокруг нас пространство. Это не то же самое, что картина Рембрандта или Веласкеса. Здесь нет однонаправленности. Человек смотрит, человек приходит на выставку Веласкеса, он смотрит, воспринимая на что художник хотел ему показать, что художник хотел сказать этим. Здесь же все наоборот. Наоборот, человек приходит, потому что художник дает возможность ему осознать то, что он чувствует. Эмоция остается за воспринимающим индивиду. Да, так было всегда. Только искусство доминимализма, это искусство, которое лишь презентирует подобную реальность. Оно ее не понимает, оно ее не осмысляет. Здесь это доводится до уровня репрезентации, когда это то же самое преподносится уже не просто как понятое, но преподносится в том виде, когда сам воспринимающий может это осознать. Как вы видели, я приводил вам в качестве примера и авторские киноленты, и киноленты совершенно коммерческие. И в данном случае разница между одними и другими исключительно в том, что одни представляют собой презентацию современного мира, а другие его репрезентацию. Это такая же разница между одним и другим, как разница между одной и той же ситуацией, где есть психически больной и его врач. Примерно такая же разница. Понимаете? Ситуация-то одна и та же. Но расстановка сил в них весьма и весьма отличная. Несмотря на все анекдоты, на тему, что этот врач отличается от психически больного, лишним наличием ключей. Но в данном случае это не совсем так. Чем вот эти картины не идеальная копия того же Теста Рошиха, в котором в изгибах, линиях, монограммных цветах каждый увидит что-то свое. То, что свойственно именно его душе, его психике. И самое главное, что он увидит не просто в этом своем, а он поймет, что он увидел в этом своем. Вот это самое. И вот я обещал вернуться к проблеме Куба. Это инсталляция, которая называется кубическая конструкция. Инсталляция 1971 года. Когда мы смотрели с вами на прошлой лекции композицию Райха, я говорил о повторяющихся паттернах. Что одно дело, когда паттерн повторяется один раз, другое дело, когда мы слушаем его третий раз, потом другое дело, когда мы слушаем его сотый раз и так далее. Отличается наше наполнение этого паттерна эмоционального, но он не отличается как молотный текст. Он абсолютно одинаковый. Что в нем отличается тогда? Положение во времени. Положение от начала пьесы. Вот вам тоже самое. Эти кубы отличаются лишь местоположением в пространстве. Больше они не отличаются в мечах. Это показывает, что абсолютно один и тот же феномен, находящийся в разном положении пространства, воспринимается нами совершенно по-разному. Другой художник, которого я бы хотел вам показать, относится к минимализму лишь отчасти. В основном его ранее творчество, творчество 50-х и 60-х годов, это очень известная фигура, это Фрэнк Стелло. Он еще здравствует. Его работы демонстрируют отчетливое стремление к повторению. К повторению одного и того же. Но которое меняется от того, что находится в разных граних формы. Как в инсталляции «Совый вид». Посмотрите. Разве это не втождественно тому, что мы наблюдали в музыке, вынимаете? Помните, на прошлой лекции я вам рассказывал о «Сне о птицах», которую приводит Эдвард Эдингер в книге «Анатомия души». Когда человек видит изначально рождение и смерть, когда время ускоряется, он ужасается той ситуацией, когда все только что рожденное уже предречено к погибели, и когда время ускоряется еще раз, он замечает в рождении и смерти не что-нибудь, а пульсирующее в плане самой жизни. И именно вот этот же пульс, совершенно уникальный пульс, мы встречаем в работах Ренка-Стелла, когда отдельно взятые структуры, структуры почти идентичные, перерастают в некую пульсацию, которую один воспринят как выпуклую, другой как вогнутую, но она не является ни такой, ни другой. Она, по сути, с одной стороны распадается на отдельно взятые элементы, а с другой стороны сливаются в некий унус-мунус единый мир, в котором вычленно что-то не было уже, а, не представляется возможным. Или вот такая совершенно потрясающая симметричная асимметрия. Это достаточно крупная работа. Незначительные изменения в повторении уже приводят к достаточно специфическому восприятию всей этой формы в целом. Как в том же ленте Винчанцио-Наталии Лим, где каждый день не совсем был одинаковый, как предыдущий. Где он взламывался, смотри, бессмысленно. И покажу пример размера этих полотен. Просто в сравнении с человеком в данном случае взламывается структура пола, потому что работа нарочито выполнена с наклоном в значительную громкость по отношению к тому, как она размещена относительно полного потолка. Это фрагменты Йода, чтобы просто видели в сравнении с человеком сопоставление, что это большая работа. Здесь вы видите, опять же, бесконечно повторяющиеся квадраты. Но почему этот квадрат большой, а тот квадрат маленький? А представьте, что это квадраты, удаляющиеся в объеме. Тогда будет точная аналогия с теми же музыкальными минималистами, с партитурами, где это все одно и то же, но что-то ближе к нам сейчас, то, что мы слышим сейчас, а это что-то такое же, но то, что мы слышали минуту назад. Оно уже дальше, оно уже отходит от нас. Это то, о чем я говорил в начале лекции, когда сама наша позиция в пространстве времени и обусловливая нашу индивидуальность. Она является единственным физическим аргументом, доказывающим уникальность каждого отдельного человека. Другой? Следующий художник, художник, который стал известен благодаря скульптурным объектам и инсталляциям, художник, который создает потрясающие работы из флоресцентных ламп, это Дэн Флавин. Дэн Флавин – это крупнейший фигурок в 20 веке, он, к сожалению, очень мало жил, но он создал действительно потрясающие вещи. Мы с вами в прошлый раз смотрели фрагменты из Куйянискации, где машины летели на огромной скорости с включенными фарами, где создавали совершенно потрясающее, мерцающее световое пространство, мерцающее пространство ночного города. Так вот, Дэн Флавин не рисует картину, Дэн Флавин не создает статуи, Дэн Флавин работает со светом, он создает само пространство. Это очень большая вещь. Он работает с фроресцентными лампами. То есть, человек входит в сам сайт событий, он находится в нем, и что он в нем испытывает, зависит исключительно от конкретно взятого наблюдателя. Потому что и цвета там мы по-разному воспринимаем, а насколько они по-разному у нас с разными вещами ассоциируются. Ведь ни одна вещь не есть сама по себе. Каждая вещь связана огромным разветвленной сетью амплификаций, сетью отношений. Эти отношения, конечно же, у всех людей разные. О чем, собственно, и остована вся ассоциативная теста. Посмотрите, как здорово выговорится угол. Опять угол пространства, в которое помещается лампа, дающая вот такой эффект. Или вот. Человек будет примерно врос с этими объектами. Здесь они еще крупные. Подобное пространство сейчас можно в Москве посмотреть на в том же гараже. В данном случае, конечно же, такие культурные центры, как гараж, они производны от этого феномена. Ровно как и прокравшийся во все уголки современного быта, декорирования, минимализм. Он, конечно же, минимализм в оформлении зданий не предшествовал минимализму в искусстве, а явился триумфальным его следствием. Как раз демонстрирует, насколько минимализм захватил вторую половину 20 века. Потому что большинство современных, даже элитных квартир, элитных особняков оформлено именно минималистской статики. Это модно. Опять обыгрывается угол совершенно интересным образом. впереди свет перечеркивает тьма. Лампы обращенные в угол в противоположную сторону. Это зеленый и серый и сам по себе угол в противоположном этой складывающейся серии. Или вот такая симметрия. Вот такое пространство. Конечно же в идеале пол должен отражать его. Тогда складываются особенные специфические эффекты. Эффекты искажения самого пространства. художественное произведение вырывается за рамки границ живописного полотна. Мы сами входим в него. Мы тот объект, который изображал раньше Рубинск или Лембранд. Мы не смотрим на объект. Мы и есть объект картины. Вот в чем принципиальная разница этого направления. И последний кого бы я хотел сегодня показать это Карл Андре. Он тоже еще жив, хотя в серьезном возрасте. И его бы я хотел показать те работы, которые можно с определенными оговорками назвать скульптурами. Он работает с точной повторностью и работает в основном с деревьев. Вот такое пространство. Помните, речь сегодня шла о конвейерном производстве. Абсолютно одинаковый объект. В огромном количестве. Специфическое пространство. Естественно, пространство для таких выставок всегда подбирается. Оно не может произойти где угодно. Оно должно соответствовать концепции художника. Никак иначе. Чуть дальше покажу, насколько меняется сам материал, с которым работает художник, от того, где выставится эта выставка. плитка. вот такое пространство. Смотрите, пол выложен мелкой керамической плиткой. Деревянные кедровые чубки расположены, во-первых, они крупнее этой плитки, а во-вторых, они расположены под углом относительно этой плитки. более того, этот же угол повторяется и самим клином. Таким образом, обыгрывая от зеркаливания макрокосмического пространства, которое задано самой инсталляцией, до уровня микрокосмического пространства, которое задано опловом самого этого помещения. или вот как меняется материал от помещения. Классицистский стиль и имитация античных колонн, преобразованная до уровня конвейерного потока. Если бы эти колонны делали конвейерным способом. Совершенно потрясающе подобранно. Белый цвет. Почему белый? Конечно же, Греция никогда не была белой. Все эти колонны, все эти храмы, статуи, они были цветные, они были раскрашены. Они белыми стали очень поздно в результате выветривания, когда это все пришло в запустение. Но классицизм, который здесь по сторонам, он знает иную античность, он знает только белую античность. Это та античность, которую поднимали в эпоху возрождения и которая расцвела пышным цветом в эпоху классицизма. Это белые колонны и здесь имитируется белая конвейерная античность. Белый конвейерный классицизм. И, наконец, возможно, самая известная работа Карла Андрея, одна из ранних его работ, кусок хедра. опять та же самая проблема, что один и тот же объект, расположенный в разном месте, в разном пространстве, создает совершенно уникальную форму. Любопытно, что она называется кусок хедра, не куски, не хедра, понимаете, это паттерн. Кусок хедра это просто паттерн. Это то, что будет повторяться. Но из этого повторения ему удается выстроить сложную структуру. Более того, это не просто сложная структура, это круглая статарна. За ней мы видим тень, здесь мы видим яркое высветление, и, обходя вокруг нее, она будет давать разные впечатления, потому что свет направлен совершенно по-разному. Только с одной стороны. Поэтому она будет меняться со всех сторон, при том, что ее строительным материалом является абсолютно идентичный элемент, а конкретно кусок хедра. Еще указано и то, из чего он сделан. По сути, здесь речь доходит о том, как описывается товар, то есть когда описывается сама технология ее изготовления. элемент. Потому что все остальное не является спецификой художника, не является спецификой творца. Все эмоциональное содержание, конечно же, приносит с собой публика. И так было всегда. Когда вы слушаете сонату Бетховена, уж только совсем уж наивный человек может представить, что то, что он ощущает и хотел в себе Бетховен. Ощущает он, конечно, свои собственные чувства, свои собственные эмоции, свою собственную жизнь. А Бетховен организовал звуки и организовал пульсирующие ритмы. Другого он не делал. Но все остальное, конечно же, для того, чтобы это отследить на уровне Бетховена, на уровне Шумана или Шопена, это очень сложно. Отследить это на уровне минималистского искусства это рост. Потому что искусство той эпохи было искусством презентации, искусство минимализма является искусством репрезентации тех же самых феноменов. Поэтому, когда мы смотрим на картину кого-нибудь Пуссена, конечно же, мы в ней видели тоже на 80% преимущественно свое. И то, как свое. На процент 40% личное, до процентов 40% то, что типично для нашего общества, остается лишь та схема, которую действительно создал художник. Тот контейнер, в который мы можем поместить свои чувства и эмоции. Это не значит, что это просто, как раз это значит, что это сложно. Это отличает мастера от поднастерия. Этим и отличается художник от просто любителя, который любит писать музыку, любит писать романы или любит писать стихи. Потому что те чувства, которые человек вкладывает в свои стихи, не будучи поэтом, они, конечно же, остаются только при нем. Потому что поэт не создает чувств. Он работает с материей слова. Он работает с куском кедра. Он работает с логосом как таковым. И этот человек может даже быть психически ненормальным, каким был автор, по сути, создатель новой эстетики языка XX века, такового. Человек, который не отторгает культуру, а человек, который скорее ее репрезентирует, будучи при жизни признанным ненормальным. Поэтому в данном случае речь идет о том, что так было всегда. Искусство было таковым всегда. Чем же отличается радикальный минимализм? Тем, что он не только начинает это рефлексировать, но тем, что он дает публике возможность это осознать. В заключение хотел бы сказать, что не так давно, уже несколько лет назад, мне удалось побывать на выставке работ Марка Ротко. Ротко, конечно же, не является минималистом, хотя он во многом и близок к этой эстетике, он все-таки является экспрессионистом. Его формы кричат, они наполнены совершенно конкретными эмоциями. Но вот что интересно, то, что в помещении было достаточно мало картин, и я там находился в течение шести часов, я не заметил это. Понимаете? При том, что там не было палавочек, я стоя смотрел эти работы. Время просто исчезает, как таковое. При том, что там нарисованы просто квадраты. Понимаете? Если вы знаете, что такое живопись Марка Ротко, она уникальна тем, что она меняется. Сколько бы ты на нее вы смотрел, она все время продолжает меняться. Конечно же, ты потом понимаешь, что меняется не она, меняется наше восприятие. Умение отслеживать эти феномены является фантастическим даром, который дает нам искусство во второй поле 20-го столетия. Умение осознать, вернуть проекцию, как это говорят в психологии, осознать в тот момент, что то, что мы воспринимаем из внешнего мира, во многом это и так наше. И оно уже с нами. ВОСТОЧЕ ВОСТОЧЕ ВОСТОЧЕ